МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Самый крупный строительный проект за последние несколько десятков лет реализует Сарове до 2020 года. Более 2 миллиардов рублей с федерального бюджета пойдет на реконструкцию очистных сооружений в рамках программы «Оздравление Волги». Деньги направят на обновление оборудования и строительные работы. Сейчас Горводоканал разрабатывает три проекта по реконструкции очистных сооружений. По предварительным подсчетам на эти цели нужно около 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Пока в бюджет Сарова перечислено более 2 миллиардов 290 миллионов. Он позволит существенно повысить надежность, качество и эффективность услуги по водоотведению. Обеспечит полный цикл переработки осадков сточных вод. На сегодня данного полного цикла нет. И это один из недостатков наших очистных сооружений. Реализация проекта в нашем городе улучшит экологическую ситуацию, позволит достичь нормативных показателей качества сброса сточных вод. Сегодня они недостаточно очищены, и определенные загрязняющие вещества попадают в реку в концентрациях выше предельно установленных. Горожане также почувствуют на себе эффект от реализации проектов. Ну и самое главное, что волнует прежде всего тоже наших жителей, это надежность. Все мероприятия направлены на обновление и модернизацию всего оборудования, которое задействовано сегодня в работе наших анализационных очистных сооружений, что позволит нам существенно сократить уровень аварийности. В рамках реконструкции очистных сооружений планируется полностью уйти от иловых осадков и создать аналог почвогрунта, который можно использовать при рекультивации карьеров или при озеленении территорий. Будет меньше запахов. Сейчас все равно есть небольшой запах, который идет от очистных. Но не всегда, но есть. После внедрения новой технологии все эти бурты, все процессы обезвоживания, стабилизации, компостирования будут закрыты. Это будет с крыши. Запахов практически не должно быть. По этому объекту сейчас идет процедура общественных обсуждений. Познакомиться с документацией можно в холле первого этажа здания администрации. Как только школа номер 11 попала в программу капитального ремонта образовательных учреждений, сразу же специалисты подготовили всю необходимую документацию, составили проект и объявили конкурс. Но в первый раз ни одна организация не заявилась. Попытка увенчалась успехом со второго раза. На все процедуры требуется время, поэтому к ремонту приступили уже во время учебного года. Сейчас идут подготовительные работы. Сейчас пока есть вот такая возможность, подрядчикам проводятся земельные работы, работы по устройству молниезащиты, заглубление ее в соответствии с требованиями ГОСТов. Затем начнется работа непосредственно по ремонту кровли. Закончить все по контракту должны к середине декабря. Школа имеет два вида кровли. Мягкую кровлю над спортивным залом и скатную кровлю над основным зданием. Соответственно, будет заменена как мягкая кровля на мембранную, так и скатная на металлочерепицу. На время основного ремонта здание закроют. Детей направят учиться в другие общеобразовательные учреждения. В течение этой недели дети учатся, в течение следующей недели мы планируем, в том случае, если подрядчикам будут все подготовительные работы законченные, вывести детей на каникулы и со второй четверти организовать учебный процесс на территории школы-интерната номер один, школы 14, школы 13. Подготовительная работа по распределению классов по школам проведена. Как заверили в департаменте образования, 11-я школа будет делать все необходимое для того, чтобы образовательную программу ученики освоили в полном объеме. Планируется, что школьники вернутся в родную школу в третьей четверти. Да, я двумя руками могу погасить по электричеству весь город, так же, как в турбинном цеху могут отключить тепло. И не только город. Он может оставить без электричества даже приближенные населенные пункты. Работает Александр Повышев, начальником смены электрического цеха Саровской ТЭЦ. В его работу входит регулирование режима электрического оборудования. Энергетиком Александр мечтал стать с детства. Перед глазами у него яркий пример для подражания отец, который проработал на станции всю жизнь. Именно он поспособствовал, чтобы сын стал энергетиком. И вот уже больше 10 лет молодой человек трудится на ТЭЦ. А в октябре этого года Александра Повышева признали лучшим энергетиком России. На конкурс я попал так. Мне позвонил мой руководитель, сказал, есть такая возможность поехать, проявить себя. Поедешь? Я сказал, да. Вообще конкурс пройдется в три этапа. Это теоретический этап, практический этап и первая помощь. В конкурсе приняло участие 30 человек со всей России. По словам Александра, каждый из участников был достоин победы. Взять титул лучшего энергетика саровчанину помогли знания профессии. Я бы не скажу, что прям вот выдающиеся мне нужны были заслуги какие-то применения. Просто, ну, свой обычный уровень. Просто удалось, могу сказать. Работа энергетика по-своему сложна. Александр составляет чертежи, устанавливает системы, налаживает и запускает электрооборудование. Он принимает участие в разработке норм расхода тепловой, электрической и других видов энергии. В своей работе при ремонте и эксплуатации оборудования Александр использует все самые современные и передовые технологии. В испытаниях которых он также участвует. В течение недели в нашем городе будут проходить волонтерские дни. Их цель – привлечь внимание к добровольческому движению, систематизировать его работу и сделать ее более эффективной. Стартом проекта стала тренд-сессия, на которой собрались представители различных волонтерских организаций. Росатом в целом и наш город в частности идет к тому, чтобы создать это волонтерское сообщество, в котором люди не просят ничего взамен, а уже доросли до того состояния души и сознания, что готовы делиться своим чем-то внутренним временем, ресурсами и так далее. На первую встречу пришли добровольцы разного возраста и профессий. Места за столиками заняли школьники, студенты, сотрудники городских предприятий. Одни только недавно вступили в ряды волонтеров, другие на протяжении многих лет оказывают безвосьмизную помощь людям. Молодежная комиссия при правкоме РФЦНЕФ тоже является волонтерской организацией по сути, потому что наши ребята в свободное от работы время проводят большие дела и делают большие мероприятия. Михаил Савин руководит отрядом волонтера Победы в Саровском политехническом техникуме. По словам педагога, зачастую ребята участвуют в благотворительных акциях и мероприятиях не ради отметки в документах, а по зову сердца. Я так думаю, что процентов 80 нашего и педагогического, и студенческого состава являются волонтерами, поскольку у нас очень широкий волонтерский объект деятельности в данном случае. Мы участвуем в городских мероприятиях, сотрудничаем с Советом ветеранов и делаем выездные мероприятия и благотворительные акции. Михаил считает, что волонтерские дни помогут саровчанам больше узнать об этом движении, привлечь новых участников и скоординировать работу городских отрядов. Мы будем участвовать в ряде мероприятий, посвященных разной тематике, чтобы все-таки понятие о волонтерстве, о проблемах, которые нас окружают, входили в определенную систему, потому что решение всех проблем, которые перед нами ставят, тоже требует определенной системы и определенной концепции. Без этого никак. В течение недели члены добровольческих отрядов приведут тематические игры в школах на тему безопасности жизнедеятельности и охраны труда, а также окажут помощь администрации города. В этом году открытую лабораторную САРФТИ посвятили химическим исследованиям. Проверить свои знания в области этого предмета пришло более ста соровчан. Всем им предстояло за 30 минут ответить на несколько блоков вопросов. Среди участников на трибунах можно было встретить школьников, студентов, работников различных предприятий и преподавателей вуза. Мы такую акцию организовывали второй раз. Первая акция у нас проходила в феврале. Мы получили очень положительный опыт в этом. Поэтому, как только организаторы заявили о начале следующей акции, мы в первых рядах зарегистрировали площадку. Варвара Сергеева на открытую лабораторную пришла вместе с мамой. Девочка призналась, что пройти тесты ей не составило труда. Почти на все вопросы она знала ответы. Вопросы были, например, про фейерверк. Какого цвета? Что нужно добавить в фейерверк, чтобы он был синим? Я решила, что это на миг, но я не уверена. Я вспомнила это случайно из мультика про смешариков «Пин-код». Там рассказывалось про то, как делается фейерверк. Алена Севастьянова на химическую лабораторную пришла не случайно. Девушка готовится сдавать ЕГЭ по этому предмету. Как только она узнала о научном мероприятии, не задумываясь, решила принять в нем участие. Мне очень захотелось поучаствовать, чтобы проверить свои знания, что-то узнать новое. Здесь были задания по химии. И не обязательно, не то, чтобы... Они не требуют профессиональных знаний. Это в основном какие-то практические знания, то есть то, что мы применяем в быту. После того, как все бланки были сданы, участникам открытой лабораторной предложили подробно разобрать задания. Останавливаясь на каждом вопросе, специалисты указывали зрителям на их ошибки. В конце вечера победители открытой лабораторной наградили дипломами и памятными подарками. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Чем занимается Грумер? Почему привлекательна работа журналиста? Как стать хорошим фотографом? Где выступить музыканту в нашем городе? Эти и другие вопросы задавали ученики 13-й школы своим гостям, приглашенным специалистом в рамках проекта «Билет в будущее». Ребята смогли познакомиться с широким спектром профессии и понять все плюсы и минусы той или иной работы. Нам очень хочется показать спектр пошире, чем в нашем городе, потому что кажется, что в нашем городе городообразующее предприятие и можно работать только там. Вот нам бы хотелось показать, что это не совсем так и у нас есть где интересно. Валерия первый раз участвует в этом проекте. Девочка с интересом окунулась в мир творческих профессий, слушала, задавала уточняющие вопросы. Она учится в седьмом классе и считает, что уже пора задумываться о выборе жизненного пути. Подобные проекты, по ее мнению, нужны ее ровесникам. Скорее всего, для того, чтобы будущее поколение не шло по шаблону, то есть юрист, программист, экономист, юный бизнесмен, например, выбирала больше то, что ему больше приглянется, например, ветеринар, врач, тот же репортер, фотограф. Большой интерес у детей вызвала профессия грумера. Этот специалист занимается стрижкой домашних животных. Алена Гончарова рассказала школьникам о тонкостях этой работы. Грумер-профессионал способен не только подчеркнуть привлекательность питомца, но и избавить его от ряда неудобств, провести профилактику неприятных заболеваний. Но далеко не все могут стать хорошими специалистами в этой области. Эта профессия подходит людям, которые безгранично любят животных, то есть которые имеют королевское буквально терпение и которые готовы отдавать все сердце им для того, чтобы повысить их качество жизни. Проект «Билет в будущее» не закончился на этом этапе. Впереди у школьников поездка в Нижний Новгород, где они продолжат знакомство с миром профессий. Все начинается с диспетчерской. Сюда поступают звонки от пострадавших. После разъяснения характера чрезвычайной ситуации сотрудники вызывают специальную службу. На смену аварийно-спасательного отряда ежедневно заступают три человека. Начальник проводит с командой общий инструктаж. После распределения задач приступают к работе. Ренат Миронов состоит в отряде с момента его образования. Мужчина говорит, что служебный режим постоянно меняется. Бывает по-разному. Сейчас, конечно, поменьше в последнее время. До этого было и по 10 раз выезжали. И на разминирование там очень часто было, когда по школам, а с тех, когда теракты случались. Вообще с работы не выходили. Практически жили на ней. Сейчас, конечно, поменьше, все устаканилось. По-разному. Один, три, может быть, выезда. Саровский аварийно-спасательный отряд существует 21 год. В штате 15 сотрудников, которые ежедневно стоят на страже безопасности саровчан. В арсенале у профессионалов экипировка и машины, которые оборудованы всем необходимым для спасения пострадавших. После того, как поступил вызов, команда выезжает на место. Спасатели героически идут в вагон и прыгают в воду, чтобы спасти чью-то жизнь. Спасатели отличаются от многих профессий именно тем, что они универсальны. Большой пакет направлений, которых они имеют не просто навыки, а именно специальности. И водолазные, и альпинистские подготовки, и горно-спасательные, и аварийные разливы нефтепродуктов. Часть у нас работ связана с тушением пожаров. Будни спасателей – это не только выезды на происшествия, но и постоянные учебные процессы, физическая подготовка. Они регулярно занимаются сами и готовят других саровчан к службе в добровольческих отрядах при организациях. По национальному стандарту человек, который хочет помогать пожарным спасателям, должен пройти курсы профессиональной подготовки и медицинское обследование. В федеральном законе номер 100 определено, что к исполнению своих должностных обязанностей при образовании данного объединения должны пройти те лица, которые прошли первоначальную профессиональную подготовку именно в организациях специального назначения, которые оказывают в установленном порядке услугу по обучению. Напряженный график, постоянные физические нагрузки и риски не пугают спасателей. Независимо от дня недели и времени суток, они готовы прийти на помощь, сохранить жизнь и здоровье саровчан. Медведь появился в районе профилактории около двух лет назад. Скорее всего, раньше он жил около Филипповского озера, но перебрался поближе к городу в поисках кормовой базы. Вероятно, его изгнали с привычного места более сильные сородичи. Этот медведь сейчас живет, по нашим данным, по работникам лесного хозяйства. Он живет, начиная от четвертой заставы, профилактории, бывший пионерлагерь «Чайка», серебряные ключи и вот наши экологические тропы, вот кто бывает сюда. Ну и дальше в сторону сада «Союз». Медведи всегда жили на территории нашего лесопарка. И не было ни одного случая нападения этого животного на человека. Уничтожить медведя по закону нельзя. Усыпить и вывезти с этой территории тоже бесполезно. На место одного зверя придет другой. Вы явно видите, рядом медведь смотрит на вас, вы на медведя. Что делать? Вы должны остановиться и затаить движение. Глаза медведю смотреть нельзя. Смотреть в его сторону и постарайтесь задом тихо отходить от этого медведя и наблюдать, какие его действия. Скорее всего, медведь, увидев, что человек уходит, развернется и уйдет в лес. Но, тем не менее, это хищное животное, которое может напасть, если решит, что встречный человек представляет для него опасность. В таких случаях делают ложатся на землю, вниз лицом и притворяются, что человек мертвый. Он подойдет, посмотрит, понюхает. В лучшем случае он отойдет. Если у него это не устроит его, так он мусором завалит тебя, завалит мусором, для того, чтобы захоронить тебя на следующий случай, когда прийти. Ни в коем случае нельзя обижать, иначе зверь бросится догонять. Залезать на дерево тоже бесполезно. Особенно опасно встретить медведя во время прогулки с собакой. Своим лаем она может вызвать у животного агрессию и желание напасть. Примерно через месяц медведь ляжет спячку на всю зиму и ходить в районе профилактория можно будет спокойно. Пока же не гуляйте в лесу в одиночку, только группой. На очередном мероприятии в детской библиотеке посетители встречала необычная инсталляция – счеты, чернила, перья. Мальчишки и девчонки сводили дебет с кредитом представителя дворянского сословия на примере доходов Александра Сергеевича Пушкина. Мы хотели воссоздать атмосферу какого-то рабочего кабинета дворянина 19 века, который должен был считать свой приход, расход, должен был сводить свой бюджет так, чтобы деньги у него оставались на все. О том, что у великого классика не все было гладко в финансовом плане, знают многие. Сотрудники детской библиотеки пошли дальше, изучили письма Пушкина и на конкретных примерах показали школьникам, как жила его семья. После Пушкина осталось очень много дневниковых записей, почти каждый день он записывал, остались письма. И вот именно в переписке мы нашли те факты, о которых сегодня будем говорить. Мы эту историю не придумывали, то есть у нас сегодня библиоспектакль в формате сторителлинга. Сколько стоило коровы, за сколько рублей можно было купить крепостного мальчика и какой нужен был доход, чтобы содержать жену? Ответы на все эти вопросы библиотекари нашли в письмах великого классика, а также узнали, какое у него было жалование и сколько платили поэту за его произведение. Сам Пушкин может преподать нам, людям 21 века, некоторые уроки финансовой грамотности. Его отношения с деньгами складывались очень непросто. Он был не самым богатым человеком и одновременно одним из богатейших людей мира. Организаторы надеются, что формат библиоспектакля подтолкнет школьников к более глубокому изучению творчества Пушкина, обратит их внимание на эпистолярный жанр. Через письма великого классика к друзьям и родным они больше узнают и о личности поэта, и о быте дворянского сословия 19 века. На встречу любителей жизни Геннадий Лопырев приходит ежегодно. Здесь, по его мнению, собираются по-настоящему близкие люди. Геннадий Васильевич рассказывает, что такие мероприятия – настоящий подарок для ветеранов. Это возможность собраться вместе, поделиться воспоминаниями и просто пообщаться. Я здесь сегодня встретился со своими старинными товарищами, с которыми я работаю буквально с 1969 года. Говорю работаю, потому что работа для меня не кончилась. Раньше я за это получал зарплату, а сейчас я получаю благодарности, дружеские улыбки. И мне приятно быть с ними вместе. В этот раз на встречу, приуроченной к декаде пожилого человека, в Дом молодежи пришло чуть более 300 пенсионеров. Среди них участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны и другие. Гостей вечера приветствовали первые лица города. Здесь собрался актив, и мы вам очень благодарны, и всегда об этом говорим, потому что нам очень важна ваша работа по именно связи между властью и простыми пенсионерами. Мне хотелось бы сегодня пожелать всем вам оставаться такими же неравнодушными, активными, позитивными. И самое главное – здоровья, здоровья и еще раз здоровья. С праздником! На празднике активистам ветеранских организаций вручили благодарственные письма. Ярким дополнением праздника стали творческие поздравления от коллектива Саровской дивизии. Творческий конкурс, посвященный Дню Матери, Саровский Центр социальной помощи семье и детям проводит уже несколько лет подряд. В последние годы наш город вышел на региональный уровень и стал организатором областного творческого фестиваля. Мы также рассылаем положение во все учреждения социальной сферы, которые подменятся в Министерство социальной защиты, во все учреждения области. Но там у нас уже проходит такое, как бы нам присылают эти работы в электронном виде. Конкурс «Присолнышке тепло» при «Матери добро» охватывает все направления изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В разные годы номинациям были рисунки, фотографии и подделки. В этот раз в конкурсе только одна номинация – «Открытка для мамы». Но выполнить ее можно в абсолютно любой технике. Главное – уложиться в формат А4. Она может быть абсолютно у любой техники сделана. То есть это и квилинг, и может быть какая-то новая для нас неизведанная техника, которую ребенок освоил. И арисфолдинг вот уже были такие, когда тканью делали какие-то портреты. Это и пластилин, и акварель. То есть, пожалуйста, мы принимаем работу любой техники. Работу нужно принести до 18 ноября в Центр социальной помощи семьи и детям по адресу улицы Куйбышево, дом 8, в кабинет номер 14. Затем комиссия определит победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе. Награждение победителей состоится 27 ноября на празднике, в таком вот большом, который будет проходить в Молодежном центре. Также организаторы планируют наградить юных саровчан в отдельных категориях, например, за оригинальность исполнения. Мероприятие рассчитано для зрителей без возрастных ограничений. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Старинный мордовский обряд моления начинается с песен возле священного дерева. Женщины украшают березу цветными ленточками и обращаются к богам за благодарностью за урожайный год. Раньше праздник уборки капусты отмечали многие народы нашей страны. Сейчас эту традицию забыли. В Мордовском селе Лесной Цыбаевы решили возродить обычаи и в рамках осеннего фестиваля проводят капустки по Цыбаевски. Участники творческих коллективов показали зрителям, как проходил этот праздник у Мордвы несколько веков назад. Прошли летние все, уборочные все прошло. Осень – это когда к покрову уже и свадьбы играются. Урожай весь собран. И поэтому Мордва раньше делали обряды, благодарили всех богинь и Паксева, и Лугава, и Модова, и Шкабова. После молебна садились за стол, потом наряжали капустных баб. В традиционном празднике приняли участие представители коренного населения республики – русские Мордва-Татары. Фестиваль «Золотой осени», посвященный народному празднику капусты, прошел в Лесной Цыбаеве второй раз. И снова на импровизированной площадке собрались ценители старинных традиций и обычаев, творческие коллективы и местные умельцы. В этом году мы сделали уже наши обряды как в театральной постановке. Это больше похоже, скажем так, своего вида народный мюзикл. Праздник урожая дался на славу. Жители окрестных сел и деревень представили на ярмарке все, чем богата мордовская земля. Грибы, фрукты, овощи, молочные продукции, кондитерские изделия. По словам главы Темниковского района, такие фестивали очень полезны для жителей республики и соседних регионов. Это развитие событийного туризма, который позволяет в район привлечь внимание, популяризировать его, популяризировать или иные сельские поселения, придать им колорит, ну и привлекая людей, насытить их жизнью, эти сельские поселения. Кроме яркой концертной программы, на праздники была представлена народная кухня. Татарские жареные пирожки с мясом, мордовские блины, огромные котлы с сухой и шурпой. Все желающие могли принять участие в любом действии. Гости национального праздника в лесном Цыбаеве могут не только со стороны посмотреть за мордовскими традициями и обычаями, но и сами принять участие в фестивале. Например, в настоящей печи испечь традиционный мордовский блин. От желающих принять участие в рубке капусты не было отбоя. У деревянного корыта было не протолкнуться. Старинные инструменты передавали друг другу, чтобы каждый внес свою лепту в общее дело. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Олег Васильевич Глазунов со студенческой скамьи не расстается с гитарой и авторской песней. За его плечами множество различных конкурсов и концертов. Когда он узнал про фестиваль «Серебряный возраст», то решил вспомнить молодость и вновь выйти на сцену. Патриотическая тема «Я люблю тебя, Россия» очень близка Олегу Васильевичу. По правилам фестиваля конкурсанту нужно было исполнить две композиции. Первый он спел песню «Там, где сердце» Александра Дольского. Его поэзия, она очень глубокая. У него на многие, она разноплановая. И к ней приходится очень часто возвращаться. Как признался артист, эта композиция отражает его сегодняшнее состояние и настроение. Философские строки о родине заставляют задуматься о судьбе России. Мы рождены в Советском Союзе. И мы имеем возможность сравнивать тот период нашей жизни и современный. И вот эта незаживающая рана, боль за Россию, стремление познать, что мы есть в настоящее время и к чему мы придем, оно постоянно тревожит. Городской фестиваль «Серебряный возраст» проходит в Сарове второй раз. Проект нашел положительный отклик у пенсионеров. Они попросили продолжить работу в этом направлении и провести второй конкурс осенью. Организаторы пошли навстречу по желаниям и расширили номинации, чтобы привлечь к творчеству как можно больше ветеранов. Заинтересованность работы с ветеранами, да, это, ну, наверное, как бы приоритетно, но из приоритетных направлений. К мероприятию подключился и российский федеральный ядерный центр, подключились профсоюзы, подключились предприниматели. То есть всем интересно поработать с нашими ветеранскими организациями. Кроме вокального мастерства в сольном и коллективном исполнении, пенсионеры демонстрируют свои таланты в изобразительном искусстве. Всего на конкурс было подано более 40 заявок. Галоконцерт фестиваля состоится 18 октября в ДК «Авангард». Начало в 17.00. Для зрителей без возрастных ограничений. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Открыли турнир на Кубок города по волейболу команда Департамента образования и чемпион прошлого года «Энергия». В первой партии сборная «Энергия» вела в счете. Команда Департамента образования сдаваться не собиралась и уже в начале второго игрового отрезка вырвалась вперед. Но прошлогодние чемпионы быстро перехватили инициативу и выиграли у соперников и вторую, и третью партию. Итог игры 3-0. Это в первую очередь игра. Тут переживать особо не надо, опускать руки, а наоборот делать выводы правильные и отыгрываться, выигрывать. Открытый Кубок города по волейболу в нашем городе проводится с 2012 года. В этом году в нем принимают участие 10 команд, 4 мужских, 6 женских. Игры проходят по кубковой системе до двух поражений. У проигравшей команды есть шанс реабилитироваться у второй встречи. При равенстве выигранных партий назначается золотой сет. И дальше команда выходит в полуфинал, в финал и также все встречи из двух встреч. То есть проигравшая команда имеет шанс реабилитироваться. Следующие игры пройдут 19 октября в центральном здании стадиона ИКАР. Посмотреть, как команды будут бороться за победу, может любой желающий. Начало игр в 15.00 без возрастных ограничений. Побороться за титул чемпиона Сарова в открытом первенстве по боулингу в ресторан «Прайм» пришло 20 человек. Половина из них играли в первой лиге, половина в высшей. Турнир проходил в несколько этапов. Каждый человек играет со всеми остальными участниками своего дивизиона. То есть 9 человек по 2 игры. Итого 18 игр у нас играет каждый человек. И по итогам этих игр у нас определяется победитель. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турнира Федерация боулинга выбрала не случайно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвек». Уже 160 лет они мировые лидеры в производстве и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. А на удобных диванах «Прайма», расположенных рядом с дорожками, спортсмены могут отдохнуть и дождаться своей очереди. В высшей лиге в личном первенстве больше всех очков набрал Илья Шулятьев. На турнир молодой человек пришел не за победой. Он хотел провести свое свободное время с пользой. Никогда вообще его не ставил в приоритет. Просто любители бильярда. Получается, бильярд поспособствовал, как точная игра. Повезло. Есть, конечно, приятные ощущения, но хотелось бы просто все равно продолжать заниматься, чтобы и был, ну и самому еще далеко куда расти. То есть были страшно проигранные партии, так что будем заниматься и расти. В первой лиге победителем стал Алексей Озев. Попасть в высшую лигу молодому человеку не удалось по набранным очкам в отборочном туре. Но Алексей уверяет, что в следующем первенстве он обязательно поборется за первое место в высшей лиге. Я так как не тренировался, не ходил, начал с первой лиги, вот победил. Перехожу в высший дивизион. Надеюсь, и там одержу победу. Первенство закончено, итоги подведены. Следующий турнир пройдет в январе 2020 года. Принять в нем участие сможет любой желающий старше 18 лет. У спортсменов есть возможность начать тренировки уже сегодня. Ресторан «Прайм» открыт для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова